Всем доброго утра, хорошего настроения. Мы вчера начали с Виталиком смотреть поезд у Санта. Смотрели 4 минуты и решили, что посмотрим уже сегодня, потому что было 2 часа ночи. В общем, работа отвлекла, но трейлер очень понравился. Я как-то обещала показывать вам завтрак. Это, в общем, мой. Детям сейчас напополам разделим. И Виталика какая-то с... Слушай, не самое дешевое кафе. Средние цены. Еще два кокоса и матч. Сейчас напишу, сколько все нам вышло. Мы чим домой. У нас уже пришла няня. Это самая охрененная няня из всех балийских нянь, потому что мы ей платим 175 рублей в час. Короче, до 200. Она никогда не опаздывает. Она никогда нас не подставляла. Она, блин, моет всю посуду, хотя не надо. У нас есть отдельная уборщица. Она беспредтословно есть. Дети хотят что-то им готовить, хотя, ну, остальные вряд ли будут готовить, но не готовили. Она молодая. Она чисто плотная. Она вообще массажистка, которую вызывают в разные страны поработать. Она там ездила и на Мальдивы, и в Турцию. То есть она хороший массажист. Ай, вообще клевая. Ты понимаешь, что няня, это бабушка или мама, нельзя кричать на взрослых? Нельзя разговаривать на повышенных танцах. А если они могут по телу? На голову даже еще совсем нельзя. Стой. Ты понимаешь, что нельзя так разговаривать со взрослыми? Вот так вот нельзя. Моя школа. Бучара. Ну что ж, везем вещи в прачке. Просто два огромных мешка вышли на 700 рублей. Намного десерпле, чем на Зандибаре, но дорого для Бали, потому что мы выбрали в этот раз дорогую прачку. Здесь оплата по килограммам, поэтому обязательно сухие вещи давайте прачку, чтобы платить. Ура, наконец-таки я с маникюром. Видите, покрытие уже не делаю несколько месяцев. Сейчас еще педикюр сделаю, но я вообще буду кайфовать. Так, ну что, я раскрываю карты, кто это был на предыдущей сторис этой ниши. Наконец мы познакомились вживую. Что ты расскажешь о себе домой в подписку? Я ехал сюда под дождем. Разве меня? Конечно. Лайк, репост, подписка. Обязательно. Что мы сейчас будем делать? Мытье. Мытье, давай покажем то, ради чего Виталик Зандибар уезжал в Питер, чтобы доставить нам детскую пенку для мытья, потому что я ее обожаю. Это косметика Литик, разработанная известным блогером Лерчиком совместно с Ботановной. У девчонок есть свои детки, которых они тоже моют этой косметикой. Вряд ли бы, если косметика была плохая, они бы мыли своих детей, поэтому я им очень доверяю. И тем более бренд известный. Косметика не сушит кожу, она на натуральной основе. Дай покажу. У нас есть еще шампунь без слезок и лосьон, который отлично подойдет зимой, когда сухой воздух. Например, здесь локотки бывают, сохнут, бывают коленочки, сохнут. Сейчас у нас на солнце тоже офигенно пахнет. И детям нравится. Главное, что вот это вот обожают купаться с пенкой. Ху, сейчас наступит самое мое любимое время, когда дети лягут спать. Один, правда, уже вот в такой позе спит. Вторая сейчас ложится. Идеальный вечер. Может, мы досмотрим сегодня кино, я держу кулачки. Субтитры делал DimaTorzok